Итак, уважаемые зрители, сегодня я решил снять вторую серию моего фильма про тримаран с кораблей. В прошлой серии я подробно достаточно рассказывал про силовую схему, а сегодня я расскажу немножечко про оснастку, про палубу и про разные детали, которыми пользуется экипаж на ходу, а также покажу внутри каюту и все приспособы, которые там организованы. Значит, ну, в прошлый раз вы, наверное, видели, из чего состоит тримаран, как он сделан. Значит, от себя добавлю, что в эксплуатации тримаран очень крепкий. Вот этот конкретный тримаран уже 4 навигации на воде, несколько раз врезался в понтон, даже однажды навалился на бакен, садился на мель. Каких-либо проблем с конструкцией вообще нет. Соответственно, тримаран задумывался как туристический и в полной мере себя оправдал. Данный конкретный тримаран называется Румаран, как и весь наш проект. Он по дорогам нашей России проехал несколько тысяч километров, а по воде прошел несколько сотен морских миль. Ну, что ж, давайте начнем. Значит, ну вот, экстерьер. Сразу обратите внимание на мачту и снасти. Значит, впереди у меня три передних паруса. К этой схеме я пришел за несколько лет. Значит, самый маленький парус такси, сейчас он на закрузке. Второй, это наш лавировочный генакер, зерокод. Ну и третий, большой генакер, который я пошил в прошлом году, 40 квадратных метров, потому что на Баутике у нас часто очень, очень слабые ветра, и с этим генакером ход тримарана, конечно, становится гораздо живее. Слабый ветер. Так, ну, подойду поближе. Значит, начну с носа. Ну, поплавок, значит, на тримаране очень легко раскрепить. Бушприт, ватербакштаги, ватерштаг. Значит, это все сделано из дайнемы. Хотя на самом деле поплавки немножко гнутся под нагрузкой. Но, тем не менее, вот этот вот алюминиевый бушприт достаточно надежно работает при любых парусах. Вот, нет смысла ставить дорогущую углепластику при такой схеме раскрепления. Значит, вот здесь вот я организовал небольшие сетки. Эти сетки предназначены для того, чтобы, если что-то с тримарана падает, оно падало в сетку. Человеку эту сетку удержит, хотя бегать по ней нельзя. Вот, но очень хорошо помогает, так как я часто хожу с не квалифицированным экипажем, когда они роняют парус в воду, вот вместо того, чтобы ронять в воду, он падает в сетку. Очень удобно, несколько деталей. Сетка сама стоит копейки, она сделана из нейлона и используется достаточно часто. Значит, на тримаране есть и основные тенты, по которым можно ходить, на которых может размещаться экипаж. Сделаны они из специальной ткани. Они легко пропускают воду, раскреплены веревкой из дайнемы. Это стандартная комплектация тримарана. Вот, ну что ж, поднимусь на борт и с носа начну рассказывать про все приспособления. Так, итак, значит, бушприт или геннакер выстрел. Значит, самый передний, как я говорил, у нас фал большого геннакера. Дальше он имеет галс. Для того, чтобы удобно было стента, этот парус ставить и убирать. Значит, ну, зерокод у меня на закрутке, поэтому галс я для него не сделал, чтобы в веревках не путался экипаж. Зерокод мы обычно раскрепляем еще на берегу до отхода и несем его по дороге. Ну, в принципе, можно делать это и в море достаточно легко. Значит, шкоты геннакера серые, а шкоты кода зера у нас красные. Значит, в этом году я сделал стаксель на закрутку. Хотя это не обязательно, потому что стаксель небольшой и экипажу достаточно удобно с ним работать. Вот, но я все-таки сделал, потому что многие люди спрашивают, почему нет закрутки, почему нет закрутки. Ну, вот я сделал. Ну, и плюс к этому я сделал фал прямо вдоль штага, и теперь в кокпите меньше веревок. Когда мы будем смотреть кокпит, вы поймете, что это на самом деле некое облегчение. Значит, ну, бушприт можно снять, на воде мы его не снимаем, но при транспортировке по суше его, конечно, приходится снимать, потому что неудобно. Снимается он буквально за несколько секунд. Тут вот у нас есть палец. Вот, палец этот снимается, бушприт выдергивается и все. Веревочки наматываются на бушприт. Он укладывается в салон и едет несколько тысяч километров куда угодно. Значит, ну, рейлинг. Не на всех тримаранах мы устанавливаем рейлинг. Вот, ну, на этом установили, конечно, если экипажу надо работать на ног-насу, как это часто бывает с большими передними парусами, рейлинг, он необходим, чтобы кто-то мне нырнул в воду. Вот, ну, на прогулочные тримараны это не обязательно. Так, едем дальше. Значит, ну, вот сетка по другому борту. Перехожу к мачте и ее конструкции. Значит, у нас тут есть степс, мачта поворотная. Она установлена на специальном шарнире, но при этом ее можно заваливать назад. Значит, ну, вот на этом тримаране есть электросистема. Это огни ходовые, вот это от них провод. Значит, ну и степсовые блоки. Сама мачта. Значит, несколько слов об этой мачте. Значит, вообще на стандартном тримаране только одна полка краспиц. Вот. Но из-за того, что я на этом тримаране установил в рот большей площади, плюс большие передние паруса, я решил усилить верхушку и сделал еще одну полку краспиц. Ну, на практике это решение не очень удачное. Во-первых, сама краспица имеет какой-то и вес, троса имеет вес. И вот на больших французских тримаранах, например, обычно делаю вторую полку лан. Ну, здесь вот я сделал такое решение. На следующем тримаране сделаю вторую полку лан. Посмотрю, вот так это работает. Так, едем дальше на палубе. Значит, ну, изначально на тримаране самый небольшой стаксель с удлинением, с достаточно большим, площадью приблизительно 8,5 метров. Вот от него остались поклонные. В принципе, этот стаксель у меня есть, его можно использовать и штормовой. Но экипажа, как я, опытного, с ним достаточно трудно. Он тянет хорошо, но только в узком диапазоне. На качке, когда тримаран имеет продольную качку, значит, удобнее пользоваться на самом деле стакселем с меньшим удлинением, более таким треугольным. Поэтому я такой стаксель сделал с более плотной тканей. Ну, и для них, для этого стакселя, сделал второй пакон. Вот сейчас на него заведены стаксель-шкоты. Стаксель-шкоты сделаны с два лополя. Вот я покажу сейчас. Вот, это тоже для удобства экипажа. Опытный человек может и в один лополь все сделать. Но я часто схожу с детьми, с девушками, и им достаточно тяжело добрать стаксель в нужный момент. А с двухлопорным, ну, с другой, очень быстро. Значит, ну, как обычно, органайзер. Вот это вот ухо специально, оно есть на всех тримаранах. Это для специального устройства для подъема мачты, которое изобрел инженер Юданов. Оно очень помогает поднимать и опускать мачту. Значит, на тримаранах мы ставим специальные стопора. Стопора у нас клавишные, потому что различные варианты стопоров кулачковых, даже самых дорогих, они вообще не выдерживают нагрузку, которая у нас обычно на хорошем ходу происходит. И поэтому мы ставим на тримаранах клавишные стопора. Так, едем дальше. Значит, я иду сейчас по специальной балке, которую я показывал еще в прошлом своем фильме. По ней легко достаточно передвигаться и удобно, но можно ходить и по самому тенту. Чуть попозже продемонстрирую. Значит, давайте мы сейчас немножко перейдем на балки. Значит, вот здесь вот у меня система натяжки вант. Меня спрашивают, зачем такой полиспас? Дело в том, что, чтобы сложить тримаран на воде, нужно обязательно ослабить ванту. И для этого сделана вот такая система. Она часто используется на небольших тримаранах с подобной системой складки. Здесь блок большого генакера. Блок маленького генакера лавировочного. Он вот у меня в корму вот так вот отнесен. Ну, я его сделал за водку. На самом деле, конечно, надо для него свой крепеж, собственно, сделать. Но после того, как я немножко переделал бушприт и вообще оснастку, как бы, стало место, которое я изначально делал для этого выигрывочного генакера, вот здесь вот, оно стало не на месте, оказалось. Ну, я пока перенес в корму. Потом, если надо будет, сделать дополнительные уши. Значит, ну, вот эти стобора у нас предназначены для набивки вант. Ну, а эти стопора я использую в различной системе управления шкотами генакера. Для этого сделал эти стопора, но на практике они все не пригодились. Вот, поэтому используются так, как вспомогательные детали. На стандартном тримаране у нас установлены две лебедки, а не фаловые. Одна и вторая. На ходу они используются также для набивки стакселя. Стаксель-шкотка. Но на этом тримаране конкретно я поставил вторые лебедки, потому что генакер 40 метров, и когда он начинает поддувать, в принципе, удобнее его с ним работать через лебедку. Хотя это не обязательно, можно сделать стопорные блоки. Ну, просто стопорными блоками надо уметь пользоваться, и должны быть сильные матросы. А у меня, как я уже говорил, часто женщины. Бывает, на борту приходится ему поручать эту работу, поэтому я поставил вторые лебедки. Вот. Так, теперь перейдем в корму. Что у нас здесь кормили? Ну, мотор. На стандартном тримаране, в принципе, обычно используется мотор. 2,5 силы для маневрирования в гавани. Вот я хожу по морям, и поставил себе мотор с длинной ногой. Это, конечно, гораздо надежнее. Верный друг и помощник мотор, когда волна там 1,5-2 метра, он, в принципе, и помогает. Маленький мотор на кормштейне, и он заливает. Его заливает волнами. Это руль. Сейчас он поднят, ну, потому что тримаран на берегу. Для того, чтобы он не обрастал, я его отнимаю. Даже в гонки мы попали в сети, у нас сорвало руль, порвали все веревки, поэтому теперь я использую специальный самосбрасывающийся стопор и веревку из Дайнемы, чтобы набивать руль. Сейчас попробую показать. Вот она. Значит, если тримаран налетает на препятствие, стопор сбрасывается и поставит руль на место несколько секунд. Сам руль, значит, у нас сделан из алюминия. Вот. Это стандарт. Влаг спустился. Перо руля и стеклопластика. Об экстерьере, наверное, все. Нет немножко про паруса. Значит, у этой системы у нас управление гротом. Изначально на туристическом тримаране я стоял леспасу 4 к 1, в принципе, его было достаточно. Но когда мы стали гоняться, да еще с большим поставили большой грот и стали не бояться, при ветре в 20 узлов нести полную парусность, его, чтобы его набить, конечно, надо более мощное устройство. Вот я сделал 6 к 1 и к нему еще сделал дополнительную таль, дотягивающую. Вот она. Вот. Значит, работает все это достаточно уверенно. Но, правда, тут некий колхоз. Все я сочиняю, чтобы сделать это все удобно. Я могу купить ей фирменную каретку, но для того, чтобы это сделать, надо просто понять, какая она должна быть и как это все используется на ходу. Поэтому использую всякие суррогаты. Но на самом деле они работают достаточно надежно. Вообще, если говорить о погоне, вот на этом тримаране есть у нас погон, на практике не очень удобно им пользоваться на ходу. Тримаран, как бы, он не очень круто идет к ветру. Если, например, на сильный ветер сбрасывать погон, то тримаран еще менее круто идет к ветру. Поэтому удобнее пользоваться гикошкотом, чтобы верхушка паруса отвалилась, сильный ветер на порывах, и при этом все-таки не терять крутизону. Ну, как практика показала. Вот. Но слабый ветер по погону можно на ветер вынести каретку. В принципе, это тоже помогает увеличить скорость. Здесь вот у меня система управления швертом. Шверт подъемный, тоже самосбрасывающийся стопор. И второй стопор просто для поднятия шверта, когда надо поднять шверт. Например, на прицепе, либо если мы куда-то на берег собираемся выйти и так далее. самосбрасывающийся. Если шверт налетает на мель, стопор сбрасывается, и все. Можно его спокойно опустить на следующем этапе. Так, у меня есть два прибора. Это тоже нестандартная комплектация, но вот это спидометр. Можно назвать его лагом, но это GPS-спидометр. По нему рулевому надо ориентироваться на какая скорость. Значит, ну, а вот это компас. Причем, он магнитный, но электронный. Зачем он нужен? Это, опять же, рулевому очень удобно, когда мы делаем поворот, очень удобно ориентироваться, на какой угол надо отклониться, чтобы немножко разогнаться, как привестись, как увалиться, для того, чтобы представлять себе гусс, и правильно внести пуссад для данного ветра. Очень сильно помогает. Итак, теперь я, наверное, перейду внутрь. У Trimorano двойной люк, то есть подъемная крыша и обычный яхтенный люк. Обычный яхтенный люк задвижной, он так вот задвигается и после его открытия. Но кроме этого у Trimorano есть еще возможность подъехать. Это сделано для того, чтобы внутри находиться комфортнее. Сейчас я спущусь внутрь и покажу. У меня тут сделаны еще такие вот упоры, для того, чтобы если кто-то на палубе находится, он случайно не наступил и не закрыл этот люк. вот есть такие вот у нас как называется гидравлические поддерживающие устройства. Все прорезинено, вода внутренне течет, Trimorano всегда сухо у нас. Даже когда Trimorano проходит сквозь волну, которая прям пробивает ее, и эта волна проходит сквозь Trimorano, все равно у нас всегда сухо. сейчас немножко расскажу о том, что из себя представляет Trimorano внутри. Здесь у нас большая койка длиной 2 метра, но она не очень удобная, потому что низкий подволок, и залезать в нее достаточно сложно. вот эта вот балка, про которую я рассказывал еще в прошлый раз, силовая, вот, она ограничивает переднюю койку, там у нас воздушный ящик, здесь рундук большой, и он одновременно, в принципе, является еще таким старанной переборкой, вот эту переборку можно считать тарантной, потому что из-за побловков Trimorano даже имея пробоину у нас не утонет, и при этом он еще и водой будет заполняться по отсекам. Например, этот отсек заполнится, а основной отсек при этом останется сухим. Вот. Ну, здесь можно хранить вещи, рюкзаки в походе. Так, воздушный ящик, про который я говорю. Вот это, кстати говоря, тоже румпель. Иногда, когда делаешь длинный переход, удобно румпелем рулить с тента, тогда я ставлю длинненье румпеля, сижу на тенте и спокойно рулю. Все видно, удобно, при этом еще можно и откриневать Trimorano. Койки. Койки длинные, еще с удлинением гробы. Вот. Достаточно удобные. Бывает комплектация Trimorano с диванами, с мягкими. Но мы ходили в недельный поход, об этом вы, наверное, на нашем сайте видели сообщения. Достаточно удобно. В походе, вот здесь вот, вот в этой нише обычная мы несем плитку, которую можно выдвинуть, здесь приготовить еду и задвинуть обратно газовую. Эта снасть у нас вспомогательная, мы используем для всяких целей, поэтому она тут лежит. Значит, рундуки. Оп. Здесь мы обычно храним пиво, ну или воду, или другие продукты. Рундуки сухие, вот с этого борта он побольше. С этого борта он поменьше, из-за того, что есть у нас шверт, который здесь в стенке койки расположен. Вот это, кстати говоря, брандер-щит. Вот. В серийном Trimorano он из поликарбоната, но мне больше нравится фанерный, потому что он легче, хотя он быстрее приходит в такой более грустный вид. Поликарбонатовые крепкие, но тяжелые. Тоже ниша. Электричество. Тут у меня электрощиток и плюс приборы, которые я наворотил, то есть это вот интернет-спидометр, с другой стороны компас. Ну, приборы мне нужны, они мне помогают ориентироваться, так и я не очень опытный гонщик. Вот. Поэтому я их установил и очень доволен. Вот здесь вот находится длинный-предлинный люк, который, опять же, заканчивается воздушным ящиком. Вот это вот у нас черпак, которым мы никогда не пользуемся, потому что Trimorano, если его даже пробить, он наберется воды, то определенного уровня, но из-за плавков не утонет. Ну вот. Это PILLERS. Он предназначен для того, чтобы поддерживать мачту и палубу с мачтой. Сейчас я включу свет, чтобы посмотреть, какое у нас есть освещение. Так. Ну, освещение – это светодиодная лента, она там видна. Ночью очень хорошо светит, прямо очень помогает, если вы в походе, в темноте, собираетесь спать. прекрасное дополнение. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этом я свой обзор закончил. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Всем спасибо.